добрый вечер пятница 24 традиционно в прямом эфире полярное мнение 60 процентов россиян регулярно употребляют наркотики вы удивлены на самом деле ничего удивительного ведь любой алкоголь по своей сути тоже является наркотиком это слово происходит от греческого наркотика переводится в а цепи а переводящий в оцепенение греческое слово наркотик наркосис означает ступор согласно определению всемирной организации здравоохранения гост 18 300 от 72 года гласит этиловый спирт это легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость характерным запахом она относится к сильнодействующим наркотиком вызывающим сначала активацию а затем паралич всей нервной системы страшная статистика ежегодно в россии от алкоголя умирает более 500 тысяч человек если всех этих людей посадить в пояс то его длина составит 250 километров почему мы решили поговорить об этой теме в ночь с понедельника на вторник медики окружной больницы зафиксировали антирекорд в приемный покой были доставлены 17 человек у которых обнаружили содержание алкоголя в крови повторюсь это антирекорд для целого субъекта и так тема программы сегодняшняя она обширна алкоголь алкоголи алкоголизм причины его последствия а также борьба с ним у меня в гостях сергей пешков это начальник отделения организации охраны общественного порядка мвд россии по ненецкому округу также виталий моисеев это врач-психиатр нарколог ненецкой окружной больницы и олег мизгирев владелец фитнес-центра и так по традиции мы проводим опрос в нашей страничке вконтакте вопрос следующий алкоголь это болезнь распущенность правонарушения или свой вариант его можно оставить в комментариях к опросам голосуйте время еще есть хотите на эту тему высказать свое мнение звоните в прямой эфир телефон студии 2 11 45 итак мы начинаем полярное мнение здравствуйте уважаемые гости добрый день давайте сначала все-таки пока наверное разберемся как влияет алкоголь на организм человека вопрос к вам наверно ситки виталий алкоголь на организм человек влияет очень деструктивно поскольку он поражает большинство органов и систем то есть случае если мы говорим не об умеренном там или однократном потреблении а систематическом и в дозах превышающих скажем так разумные дозы задействовано как я уже сказал большинство органов и систем то есть негативный эффект сердечно-сосудистой системы соответственно все мы знаем и постоянно слышим про вред печени который наносится алкоголем соответственно в большой степени страдает соответственно головной мозг ввиду того что во время алкогольного опьянения выраженного погибает огромное количество нервных клеток счет идет на десятки миллиона десятки миллионов этих клеток и как известно не очень медленно в дальнейшем вырастают и практически не восстанавливаются помимо этого токсический эффект алкоголя он в итоге сказывается на работе всех органов и систем что мы прекрасно видим в том числе и по анализам которые люди сдают и так далее и тому подобное то есть эффектом комплексный нет а если норма вот это вот какая-то потребление норма вы имеете ежедневно или однократно наверное однократная сетки норма как таковая но можно говорить о каком-то количестве грамм я говорю не о чистом алкоголе да допустим то что говорят небольшом количестве грамм сухого вина или что-то еще на ежедневный прием он все равно так или иначе приведет к систематическому приему поэтому говорить о норме ежедневного потребления достаточно сложно есть существует определенное количество внутреннего тона который вырабатывается организмом вот поэтому подменять внутренние тона постоянным притоком извне даже малых дозах ну наверное все таки не стоит но и же еще и степени до алкогольная зависимости вот уже могу если вы знаете про степени хотя бы сколько их вообще существует насколько я слушал 3 3 да вот можете подробнее рассказать первое второе третье до стадии алкогольная зависимость они существуют очень четкая градация по ним выработана за долгие годы работы психиатрии наркологии значит если совсем достаточно кратко в первой стадии происходит учащение систематизация выпивок человеком скажем так он начинает употреблять чаще поводы по которым он употребляет становится все незначительный один из важных критериев наверно один из важнейших это рост толерантности то есть это то сколько человек может перенести алкоголя да не не уйдя в состояние сильнейшего алкогольного опьянения до в котором он не может состоять на стоять на ногах вот толерантность начинает расти достаточно быстро то есть это особенно то чем похваляются в молодом возрасте люди допустим раньше я мог выпить условно до одну банку пива а сейчас я могу выпить 3 это да и стына ногах или там не пьянее а вот это характерный признак затем снижается количественный контроль то есть если раньше вы могли выпить пресловутую банку пива или допустим 50 грамм коньяка и остановиться когда процесс набирает свои обороты вероятность остановки она все меньше и меньше то есть вы будете употреблять в этот вечер или ночь и дальше и дальше до тех пор пока не достигнете стадии опьянения для вас комфортной ну или как бы хорошо когда человек уже понимать что он не может похмелки так называемая тоже какая степень ну речь скорее всего пойдет о второй стадии потому что мне очень многие люди на самом деле не до конца осознают вот как раз этот тревожнейший звоночек насчет опохмеления утреннего если начался если начался процесс приема алкоголя по утрам чтобы купировать эти расстройства тяжелые утром да особенно на фоне употребления нескольких дней но это даже не звонок не звоночек это колокол по сути он говорит о том что человек очень быстро приближается ко второй стадии скорее всего потому что в скорости за этим последует плавное перетекание простого опохмеления утреннего до для поправки здоровья как говорят в полновесные запои то есть продолжением процесса в этот день уже не а затем в следующий и цикл этот замыкается ну и выход из него соответственно через какое-то количество времени ну и последняя самая страшная третья степень социальная деградация в принципе то есть как бы все интересы и мотивы человека подчинены тому чтобы выпивку достать и употребить то есть как бы до толерантности которая говорил она как раз в этой стадии снижается она уходит вниз то есть для того чтобы опьянеть ему достаточно уже малых доз алкоголя очень малых но как правило третья стадия она очень плохо аккуратно в условиях современной медицины то есть и большая работа ведется в том числе и с третьей стадии но к сожалению прогноз неблагоприятный но получается три степени отчитал что первые две еще можно излечиться грубо говоря самому то есть просто не пить а третья степень жилище только медико-метозным способом я соглашусь частично да то есть по поводу первых двух действительно можно просто не употреблять но проблема в том что особенно на второй стадии да и в принципе уже и на первой формируется патологическое влечение к алкоголю то есть она зреет внутри она нарастает да если описать таким образом и человеку все сложнее сопротивляться желанию употребить помимо того что он находит оправдание то есть этот процесс он зреет годами да то есть не вдаваясь в детали механизма самого формирования то есть это же не за один год формируется нужно ведь не один зачастую десяток лет даже употреблять чтобы она сформировалась ну вот примерно вот так получается а насчет медикаментозного да первые две тоже лечат медикаментозно то есть если вопросик будет дальше я поясню в любом случае виталий вы человек который в принципе олег человек который ведете образ жизни здоровые абсолютно вот как относитесь к алкоголю вы лично ну я бы сказал что мы стараемся приобщить максимальное количество людей здоровому образу жизни мы его пропагандируем но так как для всех ничто человеческое нам не чуждо я больше склонен скажем как не каким-то категорическим каким-то показателям в этом вопросе больше мы предлагаем альтернативу то есть мое отношение к алкоголю скажем так мы не выступаем с какой-то категорической позиции мы призываем людей выбрать для себя иной путь то есть здоровый образ жизни подразумевает активные физические нагрузки правильное питание что естественно про их алкоголь противопоказом потому что во первых прежде всего очень сильно снижает метаболизм и связи с этим эффективность физических нагрузок и наших тренировочных программ она становится менее эффективно поэтому а вот люди говорят что правда если допустим человек начал заниматься спортом то к алкоголю не тянет скажем так что тяга к алкоголю определяется ну каким-то индивидуальными наверно параметрами скорее всего когда он попадает в другую среду единомышленников когда он ставит перед собой другие цели которых алкоголь становится скажем препятствием да то есть или каким-то разрушающим фактором предыдущих достижений он соответственно как как человек просто вкладывающий в себя какие-то финансы какой-то свои свои силы человек принимает осознанное решение отказаться от этого либо же на время либо же навсегда то есть это уже его выбор которому подталкивают именно здоровый образ жизни или хотя бы приобщение к какому-то вот этому настроению кто-то ведь действительно может становиться кто-то и вполне даже не у нереального начинает продолжать а почему это гены что это следственный фактор играет важную роль на самом деле очень часто мы встречаемся с тем что у людей особенно которые в раннем возрасте начинают часто употреблять алкоголь в раннем это еще даже в подростковом да я имею до подросткового возраста я уж не беру и младше подросткового хотя к сожалению эта статистика тоже растет зачастую мы находим наследственный фактор то есть злоупотреблял кто-то из родителей очень часто это бывает наследственность она играет свою роль но она не объясняет и ни в коем случае не не оправдывает злоупотребление человека в настоящее время то есть возможно он просто не до конца осознает опасность которая над ним нависла в этом плане а тогда наследственность очень важный факт а вот что касается молодежи сергей вот вы работаете с ними вы совершаете различные рейды часто ли вот реально попадаются на улицах молодежь которая за банкой пива еженедельно у нас примерно от пяти до восьми несовершеннолетних доставляется в дежурную часть управления затем они передаются родителям ну и среди них примерно половина находится в состоянии алкогольного опьянения у нас есть специальное подразделение по делам несовершеннолетних которые работают с подростками ну и настоящее время у нас в этом подразделении два несовершеннолетних состоят на учете то есть это те молодые люди которые постоянно регулярно употребляют спиртные напитки вот и мы пока с ними к сожалению ничего не сможем сделать как бороться с такими уже которые пьют в раннем возрасте вот уже говорите да на постоянной да на постоянность контроля проблема ну сложнейшим на самом деле лечиться нужно в любом случае но учитывая особенности развития подросткового организма до становления подростковой психологии здесь проблема она возрастает может быть кратно до увеличивается и серьезность но как бы совместный комплекс усилий при том какого-то решения однозначного его нет на самом деле наше видение наша задача сформировать мотивацию человека на то чтобы он перестал употреблять в раннем возрасте или нет вне зависимости от того там сколько ему сейчас лет сложность в том что раннее употребление она к сожалению ведет очень быстро ведет к систематическому употреблению ну и хронизации заболевания ну вот как раз можно дать его в спорт вы же пытались организовать как раз да то есть но у меня например статистика не очень утешающая то есть буквально месяц назад мы подали активную рекламу на радио нашего города о том что мы приду приглашаем на очень льготных условиях специально выбрали время назвали его молодежные часы то есть за сравнительно скромные деньги профессиональное преподавание фитнес фитнеса для школьников и студентов то есть специально наняли дополнительного инструктора то есть обученного человека который мог бы скажем пропагандировать и прививать это с ранних лет сожалению за время проведения этой акции нам обратилось всего два человека это две девушки которые и при этом две девушки на каникулах да они пришли заниматься я был очень рад мы с ними работали и то есть ну буквально как бы единицы которые заинтересованы вообще в том чтобы как-то вкладывать в себя развиваться и искать альтернативу скорее всего это может быть массовое ну скажем может заблуждение что на сегодняшний во всех городах россии фитнес спорт это это считается уровнем престижем то есть человек который следит за собой он на голову выше тех людей которые этим не занимаются надеюсь что его на будет такая же статистика в будущем что это будет атрибутом престижности на сегодняшний день пока пока мы как бы показатели этого не по ну то есть нужно в любом случае работать потому что если на два человека это очень мало а вот наверное все таки где они пропадает молодежь наша вот это вопрос загадка что вреднее пить пиво или водка или без разницы вообще по сути вы говорите о раннем возрасте более поздним да на мой взгляд как бы там и там есть свои минусы скажем так то есть однозначно определить напиток который наиболее вреден ну не знаю мне кажется представляется затруднительным суррогаты пить ни в коем случае нельзя да вот помимо них забыл упомянуть коктейли алкогольные получившие широчайшее распространение в последние годы у нас стране вот эти вот банки ядовитого цвета ну вот это вот абсолютно нельзя а давайте вас перебью смотрите я вот читал хорошую интересную информацию в любом случае организм человека алкоголь выталкивает наружу то есть обратно и то же самое что человек съест допустим гнилой там не знает пирожок или плесень то же самое начинается обратный процесс но написано было в статье что если тот же самый спирт замаскировать одушками красителями в принципе организм обманывается и он воспринимается неплохо ну я считаю касается коктейли те самых я понял да можно обмануть вкусовые рецепторы можно обмануть обонятельные рецепторы но когда это но он да спирт в том или ином виде попадает в организм вы фермент который расщепляет его алкоголь до гидрогеназу его вы не обманете в любом случае чем бы вы не закрасили какие бы там вкусовые и обонятельные да не были задействованы вещества в любом случае пойдет процесс расщепления и в любом случае он перейдет к чему-то и каким-то токсическим последствиям здесь без вариантов да сергей напомните пожалуйста вот у нас в регионе действует сухой закон то есть с 8 до 23 00 магазины продают до 8 продают крепкий алкоголь после 8 до 11 продают слабо алкогольные напитки вроде бы закон работает люди в магазинах не покупают но покупают в другом месте можно об этом подробнее где все-таки находят алкоголь люди ну это уже не секрет у нас есть в регионе определенные лица которые пытаются и делают на этом деньги используется широко социальная сеть друг вокруг может быть сейчас скажете рекламу я им сделаю вот но об этом да уже все уже все знают да то есть так называемые доставщики которые работают в социальных сетях круглые сутки в любое время дня и ночи могут доставить абсолютно любую любой алкоголь в любое место где у нас есть дорога так скажем куда они могут подъехать регулярно мы с этой проблемой занимаемся пытались мы решить ее путем проведения всевозможных рейдов то есть проводили контрольные закупки задерживали те граждан но дело в том что максимальный штраф по данной статье присматриваться лишь две тысячи рублей всего лишь да и они выезжают вновь и вновь они даже не меняют свои ники в этих социальных сетях точно так же продолжает работать была у нас неплохая инициатива вместе с молодежными объединениями перед новым годом мы это делали после нового года тоже встречались с представителями молодежи мы просто блокировали их в социальных сетях чтобы они не смогли выходить в эфир это на ваш взгляд вот бороться с такими нужно людьми предпринимательными ночными ну это жить противоречит рамкам действующего законодательства поэтому в любом случае нужно хорошо по-другому как с ними бороться эффективнее может быть принимать какие-то новые меры в законодательстве наказание увеличивать ну ужесточать если спрашивать меня с точки зрения как сотрудника полиции то это да это мое мнение как сотрудника полиции ужесточение законодательства я даже скажу более того соответствующее предложение мы уже отправили в главное управление по охране общественного порядка модель россии для того чтобы они вышли с предложением об изменении норм кодекса административного правонарушения вот но как показывает практика такие драконовские методы они эффект приносят кратковременный все прекрасно помнят когда у нас ввели наказание за вождение автомобиля в пьяном виде в виде административного ареста то есть статистика гибдд резко упала ну буквально на два месяца потом после этого все вернулось на круги своя и показатели по этим статьям так скажем пусть будет пусть я так и скажу показатели да они все равно вернулись на свое место поэтому штрафные санкции они приведут к кратковременному эффекту не более того нет ну хорошо вот в наринмаре в особенно в ненецком округе друг вокруг продажа ночная алкоголя она распространена очень сильно в других регионах немножко ситуация другая магазин там все-таки работают и продавцы не для кого не секрет все-таки продают из-под половин так сказать или есть же интернет-торговцы можно на сайт заказать вы покупаете зажигалка в подарок банка пива тоже как суть ну вот при этом зачастую те кто продают ночью алкоголь он суррогат мне кажется потому что неоднократно уже была информация об этом если суррогат человек выпил там уже другая абсолютно проблема если человек употребил суррогату здесь просто возможно просто отравление да то есть химически достаточно активным веществом характер опьянения может быть совсем другой гораздо быстрее человек может быть может уйти в стадию токсическую когда практически бессознательно да если мы говорим о тяжелом алкогольном опьянении ну и соответственно учитывая то что неизвестно какие именно вещества входят состав этого суррогата но это втройне опасней а если это пресловутый метанол да то есть о котором все наслышано который похож на это но по физико-химическим свойствам да но абсолютно другой эффект окажет случае потребления проблема согласен актуальна как раз вот сергей упоминал об уходе в тень до тех кто продает алкоголь я считаю что в случае таких рестриктивных мер да очень выраженных сильных большое количество суррогата появится на рынке да но в то же время вся та масса людей которая регулярно достаточно там небольших дозах или дозах превышающих небольшие употреблять алкоголь она не будет покупать суррогаты то есть и это не нужно и таким образом потребление но я считаю что должно снизиться все таки вот мы в интернете проводили опрос для телезрителей наших так вопрос алкоголь это всего лишь было четыре варианта ответа это болезнь распущенность правонарушения либо же свой вариант ну а 38 а точнее 52 процента считают что алкоголь это болезнь 3034 что это распущенность и 2 и 8 всего лишь что это правонарушения своих вариантов тоже очень много комментариев люди оставили очень много и всего лишь прочитаю несколько употребление алкоголя это чаще всего недостаточная осведомленность о его влиянии на организм а в остальных случаях глупость просто глупость чтобы отбило желание пить достаточно пару раз отказаться трезвым в пьяной компании и понаблюдать как в течение одного-двух часов приятные умные люди тупеют на глазах ну к первым двум комментариям а что можно добавить на самом деле очень хорошо написано примеры очень хорошие считаю но деградация происходит она происходит да то есть мы не будем демонизировать алкоголь и говорить что после пяти-десяти употреблений нормальных алкогольных напитков до с учетом еды которая окружает антураж то есть стол компании все остальное в общепринятых поводах дали в каких-то ситуациях которые позволяют человек сразу встанет на скользкую дорожку алкоголизма нет этого не произойдет но грань она зачастую очень тонкая я соглашусь вот с комментарием которые там оставили да в основном проблема зачастую в том что люди считают регулярное употребление в том числе употребление в небольших дозах несколько дней подряд например в том числе на рабочей неделе считают нормально к нам зачастую обращаются люди которые рассказывают о том что в принципе он с утра похмелился там вместо работы на выходном поправил здоровье и уже чувствует себя хорошо и дальше функционирует вот они зачастую не знают о том что они очень близко находятся от какой-то стадии синдрома зависимости от алкоголя то есть первая там или вторая но здесь мнение двух сторон вот человек пишет во всем нужно знать меру ему в ответ пишет другой человек видимо тот кто вообще к алкоголю относится отрицательно и так андрей вот есть у тебя крутая тачка ты будешь чем-нибудь не очень полезным заправлять нет потому что знаю что она тебе дороже выйдет а наше тело намного тоньше и сложнее устроено мы его и так не самым качественным топливом кормим а еще и иногда залетилового спирта меню разбавляем мир это как немного дизеля в бензин добавить но попыхтит подымит но ведь ничего и да но ничего ведь не будет если она не злоупотреблять то можно ведь и да то есть смысл в том что человек вообще против употребления она считает что даже малейшие граммы они организму навредят в малых дозах есть ведь общеизвестное мнение о том что например пресловутое красное венок о котором уже упоминали да может быть полезно для сердечно-сосудистой системы то есть и регулярное употребление в этом плане и проводились исследования так-то но так но дело в том что у нас проблемы еще в культуре потребления для нас малой дозы зачастую да я говорю о российской федерации культуры потребления и и как таковой она очень слабо сформирована в этом и проблема то есть рассказы допустим в компании там в регулярном злоупотреблении они не приводят к тому что окружающие скажут у них это неправильно делаешь да зачем ты так делаешь они скажут да молодец ты хорошо погулял но я утрирую но смысл примерно в этом то есть нет как бы не хватает стигматизации процесса употребления то есть люди считают что в принципе раньше пили сейчас пьют и пить будут по большому счету ничего подобного начале двадцатого века российская империя соответственно употребляла 2-3 литра в эти вам эквиваленте на душу населения в год то есть принципе то что мы сейчас имеем то что по статистике воз количество вот как раз обсуждали перед эфиром употребляемого алкоголя на душу населения оно превосходит все разумные границы то есть оно по меркам всемирной организации здравоохранения ведет деградации нации ну то есть как таковой это не мы придумали так оно и есть собственно вот что я хотел пояснить сергей а сейчас в магазине алкоголь продается 18 лет то есть слабо алкоголь напитки пиво коктейли и так далее то что покрепче с 21 вот в россии уже много лет ходят слухи о том что скорее всего нужно все-таки ввести продажу алкоголя только с 21 года даже то же самое пиво ваше мнение лично мое мнение я бы на поддержал это потому что все таки в 18 лет еще человек то совсем не сформировался да по сути дела ребенок и он не может принять такое важное решение будет он употреблять не будет употреблять плюс к тому же у нас существует множество соблазнов и вот ссылаясь вот на те сообщения которые в интернете сейчас прочитали просто хочу сделать вывод что очень многие люди попадают у нас такой капкан когда говорят вы как будете употреблять спиртные напитки по культуре питья либо прошу прощения как как грязная свинья да естественно каждый скажет нет я буду употреблять как культурный человек но никто не предлагает третьего варианта что я вообще не буду употреблять спиртные напитки вот то что написала девушка там в интернете да это как раз тот самый третий вариант которого не хватает и которого вот этот несовершеннолетний ну или так скажем человек достигший 18 лет он его не увидит потому что вокруг него везде есть реклама алкоголя вокруг него есть везде пропаганда этого алкоголя ну и люди которые соответственно этот пример преподносит и показывают поэтому все таки наверное 18 это еще рано а ведь многие подростки ждут 18 лишь для того чтобы действительно сказать я могу купить пиво по паспорту на 3 так действительно кажется это вообще вот мы сейчас обсуждаем что это я что все это очень плохо что хорошо либо одно либо другое вопрос о том что употребление алкоголя в первую очередь связано с каким-то времяпрепровождением досугом и мы абсолютно забываем о той проблеме что у нас растет подрастающее поколение 17 18 20 лет мы можем по пальцам пересчитать в округе в городе заведение где молодежь может как-то себя проявить то есть отсутствие альтернативы в данном сегменте потребителя оно просто априори делает алкоголь привлекательным потому что они уходят от этой серой действительности и так то скажем у нас здесь с погодой совсем беда они себе поднимают настроение как могут то есть мы например со своей стороны то есть в организация досуга мы предлагаем какую-то альтернативу приходите поместите себя в среду единомышленников без алкоголя общайтесь знакомьтесь девушки ребята то есть увидите друг друга то есть почувствуйте эту систему если же нет этой альтернативы никто их не приглашает никто их не мотивирует к альтернативным какому-то досугу то проблему можете запретить все что угодно найдутся другие способы российский человек особенно подросток у него гибкий ум он обойдет любые препятствия чем больше этих препятствий тем активнее их будут обходить будут ловить будут наказывать будут какие-то казни там прилюдные но проблема она усугубиться только еще более каким-то трагизмом то есть и так то скажем люди не могут найти альтернативу то есть может быть были бы какие-то дополнительные еще помимо спорта помимо вот какие-то движения общественной организации места где люди могли просто бы собираться причем это все же связано с материальными затратами на севере не так много мест куда вообще можно пойти там скажем любой поход связан с употреблением шашлыки и так далее то есть все что у нас социально сложилось она направлена на социальное общение связано с застольями то есть чего нет во многих других культурах у них есть фуршета не застолье то есть там где люди передвигаются ходят на они не собираются ну то есть какая-то альтернатива есть у нас культура такая сели за стол день рождения любой праздник все это связано с какими-то социальными факторами опять же проведение досуга мне кажется что решение проблемы это вот как раз предоставление различных альтернатив то есть вливание в это средство именно может быть даже принудительно скажем человек попался на такой ситуации что он злоупотребил как алкоголем зачем он оказывать покажите ему что есть другой мир которым бы он мог приобщиться возьмите его за руку приведите его я например со своей стороны готов например если будет такая программа где нам позволит работать с этими людьми то есть проводить какие-то лекции семинары понятно что в коммерческой среде это делать очень сложно потому что мы несем колоссальные затраты на различных специалистов и так далее то есть но эти программы посетителей мало при этом посетителей при этом мало мы вынуждены грубо говоря более коммерческую направленность вести хотя как бы есть масса идей пропаганды всего этого то есть действительно можно прямо вырывать людей из этой среды я беседовал со многими людьми возрастная категория мужчины за 40 они говорят все мы катимся в ямку в земле нам нужно спасение дайте кто-нибудь руку мы закомплексованы многие про наш северный народ говорят что мы заморожены то есть переломить себя в этом маленьком социуме очень трудно мы все живем очень близко и нам кажется что мы куда бы мы не пришли мы чужие нам неловко то есть помощь помощь именно преодоление какого-то социального вот этого фактора она должна проходить вот именно извне то есть человека нужно вырывать из этой среды и все то есть в основном это социальная зависимость компании и так далее если людей поместить 100 человек здоровых нормальных ребят я знаю прекрасные примеры которые абсолютно не употребляют алкоголь прекрасно развиваются учатся все меня гордость разбирает от таких примеров я думаю если любой подросток увидит спортивного атлетичного парня или девушку ему и этот парень скажет иди за мной иди за мной стань таким же как я добейся чего-то в этой жизни они деградируй я думаю любой адекватный человек просто-напросто будет к этому хотя бы мало-мальски стремится если это еще будет атрибут престижности они скажем что алкоголь это здорово там это круто а будет именно круто хорошо выглядеть хорошо мыслить и ну скажем там двигаться в каком-то позитивном и великолепно на самом деле а вот продолжение темы просто хотел сказать что да можно сказать и о северных территориях и южных территориях но так получилось что службы я нес не в одном регионе россии то есть уже четыре региона в себе поменяла проблема то она везде одинаковая проблема пьянства и алкоголизма никуда от нее денешься вот пока у нас употребление алкоголя это все-таки модно вот и бывая в различных заведениях по работе от самых дешевых до самых дорогих то есть приходишь и смотришь что везде происходит одно и то же единственная только разница в цене на на грубо говоря на спиртные напитки до различный уровень вот проблема вот эта озвученная и о том что спорт может разрешить эту проблему в какой-то части она в принципе сейчас рассматривается на уровне правительства российской федерации совершенно недавно перед новым годом было совещание на уровне правительства где вот конкретно мвд даны указания использовать наши возможности нашего спортивного общества динамо то есть можно сказать что мы уже сейчас вырастили несколько поколений наших людей которые воспитаны на неправильной культуре питья пусть будет это так названо вот но мы должны хотя бы попробовать подрастающее поколение пустить по другому пути вот ну не секрет у нас сейчас на учете состоит 87 несовершеннолетних это то различным основанием это жители округа всего до 87 несовершеннолетних состоит на учете вот и самое ближайшее время в принципе нам задача поставлена нам необходимо отработать с каждым несовершеннолетним все-таки определиться к чему у них есть тяга кто-то хочет играть в хоккей может быть кто-то хочет там бегать на лыжах стрелять там да все что угодно вот ну и надо как-то постараться все таки но мочи разогреть и он записал за загонять человек люди совсем 87 вот кто-то может быть по состоянию здоровья не может он заниматься там фитнес хорошо вот есть те кто скажет допустим спорт я не хочу я выбираю алкоголь вот есть же такие вот что с ними делать тогда есть помимо спорта ведь есть наверное другие альтернативы в плане какие-то творческие вещи не трогаем если не захотят мне ничего не нужно я хочу так жить как живу нужно понять в чем мотивация человека то есть здесь скорее всего только индивидуальная работа такие случаи вот категорически людей упертых молодых которые скажут только алкоголь и ничего больше их все-таки не так много но в каждом случае работа только индивидуально неблагодарная работа регулярная работа постоянно и комплексно совместно до тех пор пока пока мысль о том что есть альтернатива не появится я соглашусь предыдущими ораторами на тему того что прозвучало слово модно да модно в компании это один из ключевых считаю факторов злоупотребления допустим в подростковом возрасте и позже ну в молодом да в молодом возрасте наличие отрицательных лидеров компании например да то есть если отрицательный лидер условно употребляет то остальным которые на него смотрят им вроде бы как бы нельзя не употреблять при этом человек может быть этого не очень не хочет а вырваться вот из этой компании изменения окружающих своих друзей подруг там знакомых даже им зачастую очень сложно то есть этого немножко не хватает не по поводу широкого распространения альтернативы абсолютно согласен да то есть как бы формирование альтернативного коллектива то есть условно здорового коллектива в котором было бы не принято просто употреблять алкоголь достаточно эффективная мера хотя и реализация тоже сложно отвечая на вопрос почему ты выпиваешь многие люди говорят устал стресс хочу расслабиться но некоторые говорят слушай ну можно расслабиться по-другому вот вы вот сами поддерживать тех людей которые считают что расслабиться можно только с помощью алкоголя даже небольшого количества по крайней мере вы олег я опять же говорю я не буду категорично относиться к этому вопросу я не против алкоголя не за него я просто говорю об альтернативе то есть если кого-то это расслабляет он гармоничен и это у него не систематическое расслабление пожалуйста да пожалуйста нет то то есть грубо говоря каждый человек сам выбирает свою жизнь и то что он в ней делает вопрос того что нужно это ему или нет то есть я лишь предлагаю ему один из путей то есть для меня например скажем альтернатива употребления алкоголя то есть если это как-то разумно да то есть как бы опять же говоря к культуре питья да то есть это эстетично это какая-то церемония там грубо говоря поздравление это новый год там все это все это для нас абсолютно нормально но если говорить уже о проблеме то есть это систематизации и так далее когда человека надо вырывать из этого то есть его нужно уводить в альтернативную какую-то систему общения и так далее то конечно же да я против алкоголя в этой в этой связи что касается взрослых осмысленных людей которые сами делают свой выбор и не попадают скажем или пока или не попадают зависимость они работают над собой постоянно анализирую скажем свое состояние да им не требуется помощь нашего коллеги надеюсь то есть абсолютно ночные клубы какая приходит ассоциация сразу с этим словом мне кажется люди идут туда не чтобы потанцевать вот откровенно говоря даже в наринмаре чтобы принять на душу грубо говоря танцевать и подновать в этом же опять же скажем так ведь у нас танцевальные направлении премьер один студия волос здравствуйте александр николаевич слушаем вас алло да к сожалению зонок сорвался продолжим в общем насчет клуба на самом деле я уже много лет не посещаю такие заведения да то есть но также был опыт и я прекрасно понимаю что направленность этих заведений ну конечно социально то есть когда например те клубы которые у нас в городе существуют когда они просто в зачаточном еще состоянии начинали с тобой прекрасные проекты молодежные очень умные грамотные с какой-то подоплекой именно проведение досуга то есть я думаю что там тоже была какая-то культура попытка привить какую-то культуру употребления алкоголя то есть в виде каких-то эстетичных еще раз принимаю звонок алло здравствуйте да 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 слушаем а здравствуйте алло здравствуйте нет мы вас слышим здравствуйте александр николаевич дама слушаем пожалуйста спасибо большое но вы получается разобраться причинности этой беды нашей а причина всего две дорогие друзья а какие мы слушаем хорошо александр николаевич мы вас поняли спасибо обязательно эту тему затронем спасибо да не вопрос телефон наш вы знаете поэтому звоните обязательно спасибо большое до свидания у нас же уже выходит время эфира поэтому давайте небольшие итоги у нас осталось минут а буквально по несколько секунд правоохранительных органов нас и вообще в целом город маленький рано или поздно не могут попасть на диспансерный учет отсюда проблемы с работой справки в гаи оружие все остальное это очень большая проблема да и просто не забывайте об этом олег я как и ранее говорил предлагаю всем альтернативу всех приглашаю вести здоровый образ жизни не только это не только спорта вы руководили филинг-центр поэтому давайте приглашайте себе все приглашаем всех в наш клуб приобщайтесь мы ждем всех абсолютно мы все очень дружелюбны и всех 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 ждем и опять же говорю надо двигаться наверх они вниз сергей и буквально 5 секунд 10 секунд осталось даже хочу сказать чтобы все думали прежде чем что-либо сделать из предложенных двух вариантов пить культурно или не культурно всегда выбирали 3 не пить спасибо большое так это была программа полярное мнение встретимся ровно через неделю здесь же на этом месте сразу после нас выпуск новостей итоговые не пропустите будет интересно и еще если вы взяли в руку рюмку то задумайтесь а нужно ли это до свидания